здравствуйте уважаемые подписчики друзья нашего канала сегодня мы вас с мариной приветствуем сегодня мы снимаем видео называется перевал дятлова немножко теории гибель туристической группы дятлова это трагическое происшествие случившееся в начале 1959 года положительно в ночь на 2 февраля на севере свердловской области в окрестностях горы холод чахаль что символично холод чахар в переводе с мансийского гора мертвецов состав группы входили опытные туристы спортклуба уральского политехнического института игорь алексеевич дятлов юрий николаевич дорошенко людмила александровна дубинина александр сергеевич колеватов семён алексеевич золотарёв зинаида алексеевна калмогорова георгий скобочках юрий алексеевич кривонищенко рустам владимирович словодин николай владимирович тиба-бринь оль юрий ефимович юдин руководил группой 23-летний студент игорь дятлов все туристы за исключением юрия юдина который сошел с маршрута 28 января по причине болезни погибли во время лыжного похода смевшего высшую категорию сложности группа дятлова должна была подняться на вершину ойка тире чакур и от тортен переводе с мансийской не ходи туда конечным пунктом путешествия был поселок визжай откуда 12 февраля туристы должны были телеграфировать о завершении маршрута однако в назначенное время группа в поселке не появилась началась поисковая операция 26 февраля на склон горы обозначен на маршрутной карте под номером 1079 обнаружили разрезанную изнутри палатку людей в ней не было на снегу нашли следы ног уходящие в сторону леса все указывало то что туристы спешки покинули палатку в результате поисков в радиусе в полутора километров от палатки обнаружили тела всех членов группы с признаками обморожения на некоторых трупах были повреждения кровоизлияния переломы ребер костей черепа официального расследования гибель туристов объяснили несчастным случаем вызвано стихийной силой они установили что 1 февраля 1959 года во время похода высшей категории сложности туристы вышли на восточный склон горы холод ся хэль и прошли по склону к месту находящимся в 800 метрах ниже вершины горы холл чаха там они решили поставить палатку и заночевать по заключениям экспертов место для ночлега дятловцы выбрали неудачное лавина опасная ситуация осложняла то обстоятельство что в той роковых тот роковой день ухудшилась погода сильный мороз в сочетании с порой ветра до 35 метров в секунду практически не оставлял туристам шанса на выживание услышав характерный звук надвигающие лавины люди разрезали палатку и побежали вниз по склону они спустились на полтора километра вниз и решили развести костер у большого кедра однако сильный мороз и ветер сделал свое дело вот здесь немножко мы пока остановимся и первый вопрос реально ли лавина их уничтожила или какая-то другая причина лавина либо кто-то их убил там ливане в какое-то место зашли какой-то что-то увидели их убрали там еще что смотрите лавина это одно убили это другое совершенно два разных ответ да 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 просто надо причину понять что на самом деле произошло лавина да но лавина была убийство ну знаете совсем как как убийство так такового я не вижу но все-таки то видать погодные какие-то условия я к ним больше привержена это связано с лавиной почему это произошло вроде бы у них группе золотарев очень такой на войне воевал как бы до второй мировой подготовлены вроде был все понимал почему произошло что они погибли что случилось знаете можно сказать так что они не рассчитали свои силы просчитались где-то просчет какой-то был и этот просчет что-то они не учли в процессе этого похода какая-то мелочь сыграла очень большой роль в потере жизни причем это мелочь разрушительно оказалось скорее всего и было отсюда до лавины потому что вода пошла вода пошла через горы ушли ушли пошли пешком даже так скажу и вам что до конца не ясно и гибель понимаете все как-то в игровую форму почему-то вижу на самом деле что произошло то вопрос как у меня учусь тут у нас нету мужчина просчитался понадеялся что он все сделал все учел а вот тут что-то не учел да он прям к этому к этому походу очень готовился он хотел что-то найти скорее всего что-то хотел там найти а что найти а ему туда нельзя было идти видите туда было рано идти но мог дойти чуть позже он дошел вот потому что местные жители mansee считали что это какая-то гора куда ходить нельзя было что это за место такой было нельзя было бы Dauha с помощью подписчика нет куда человеку ходить нельзя то есть Эта энергия какая-то отталкивающая то есть если человек туда идет он большой вероятностью либо просто погибает либо просто чувство себе плохо понимает и уходит. То есть это место такое или какое-то другое было? Понимаете, там, скорее всего, какая-то есть сила, да, может быть, даже, скажем так, как ссорика какая-то имеется. Видите, карта дурака выпадает о том, что вот они пошли необдуманно, им туда нельзя было идти, а они пошли, поэтому они поплатились, понимаете? У них были даже такие предвестники о том, что туда ходить нельзя. Какие-то преграды были. Кто услышал их, он не пошел, а они все равно пошли. Они понадеялись на свои силы, да, что нет, все, типа, вот, они были настроены тем, что вот они умнее, они обхитрят. Нет, они не обхитрили, понимаете? Как? И поэтому как ну, я не вижу, что их прям совсем вот убрали люди, какая-то была борьба, я не вижу. Все же таки, это как погодные условия, скорее всего, да, сход лавины, но это предшествовало свыше сход лавины, это не просто так, они, потому что, ну, вот видите, выпадает верховная жрица. Выпадала верховная жрица, значит, это все же таки, они себя сами обретли, когда туда пошли. Но там что-то в этом месте находит? Ну, в чем, хотя бы, семьи. Что-то там находится в этом месте, что они должны были увидеть? Есть, да, какая-то, возможно, может, цивилизация какая-то там есть, которые не пустили туда их, они пошли туда, их туда убрали, ну, такой борьбы я не вижу. Ну, это и типа светлые. Словия, которые люди умеют управлять, если это были цивилизации, то, значит, они умеют управлять природными условиями. Ну, это темные их убрали, цивилизация, или светлые? Я не могу вам сказать, что это темные или светлые, я просто могу сказать, что это какая-то цивилизация, которая намного выше развития. Видите, Туз Кубков, это все же таки та цивилизация, которая очень опытная, мудрая, знающая, духовного развития, которая стоит на несколько прям выше нас. Хорошо, вот, допустим, когда лавина сошла, вот они все там переломанные были, обмороженные, тут лавина именно с ними такое сделала, что они все переломались там, потом замерзли, их разбросало, просто получилось так, что, я так понял, лавина пошла, и они все разбежались, ушли в разные стороны. Кто-то услышал заранее, ушел, кто-то не услышал. Ну, видите, опять падает жезловая. Нет, здесь все же таки и я видела изначально, что это все же таки была лавина, понимаете, природные условия, земля, понимаете, вот так вот сложилось, им не надо было туда идти, вот просто вот именно вот в этот день им туда не надо было идти, может быть, кто-то увидели, поэтому закрыли глаза, понимаете, что-то, возможно, они увидели, то, что они не должны были видеть. Вот если бы они пошли, может быть, неделя позже, возможно, это бы не сыграло бы такую злую гибель с ними понимать они остались бы живы а вот они пошли именно в этот день в этот час что-то увидели и поэтому кто правит игру пилородными условиями и никакого секретного объекта нет в этом месте вот как я и сказал цивилизация скорее всего может быть секретный объект это какой-то да скорее вот опять же видеть на секретный объект опять маг и королева жезлов возможно даже сколько секретный объект и какой-то может быть проход может быть там есть что-то понимаете параллельный мир может быть уйти можно карты падают ну шибательные просто там какой-то еще возможен проход да возможно он постоянно открыт функционирует или просто так туда не пройдешь на каким-то злой знаниями обладатели просто если ты знаешь где он можно пройти как или там охрана какая-то открывается закрывается периодически охрана там есть охрана прям на такая охрана что не пропустит никого даже вот кто туда не должен пройти туда не пройдет он его терпит смерть видите падает десятка мечей туда проходы наши цивилизации нет вот именно нашей цивилизации туда дохода нет кто попытается туда пройти то есть значит преодолеть этот промежуток времени его ждет гибель видите поэтому не должны видеть мы не должны видеть там что там происходит от нас это все закрыто очень очень хорошего квалифицированная охрана стоит ну то есть даже это видеть нельзя не просто там нет а вот двоечка закрыли нам глаза чтобы мы туда не проходили не видели ничего нам нельзя это видеть нам рано возможно может быть мы еще не дошли до того уровня развития чтобы мы могли общаться с той цивилизация которая находится там скорее всего там есть какой-то проход а то что вот некоторые исследователи считают что тела ну после того как они погибли от лавины их кто-то перемещал и клал в неестественные кита позы это так зачем это делалось осудновение клали перекладывали ну я не вижу с тобой прям перекладывали мне такой информации нету а наши советские спецслужбы в то время знали что там находятся и сегодняшние спецслужбы знает что там находятся или догадываются ну я так даже больше чем уверена что да спецслужбы знают что то то есть поэтому гибель туристов наши власти советские решили засекретить и дело затянуть дело засекретили не только потому я так думаю что скорее всего засекретили потому что людям рано знать вообще что-то либо что происходит там кем мы соседничаем кто нас создает людей что пока это скрыто мало кто может узнать люди видите у стают на этот путь и получают информацию информация начинает идти но людям было засекречено потому что людям рада то что не каждый человек готов принять то что еще есть кто-то где-то понимаете придет время когда люди смогут общаться с теми тут цивилизация которая находится там да будет много ли таких мест на планете земля подобных подобных таких мест куда попадаешь у тебя сразу убивают там они должны совать но вот видите нам нельзя совать нос куда нам не надо совать 4 точно есть а на территории российской федерации сколько таких находятся территории российской федерации видать это сердце сего территории российской федерации не вот не знаю прям вот как он сказать почему-то мне показ что территория российской федерации это очень много для чего-то для кого-то значит понимаете не очень много вкладывается в территории российской федерации сказали сколько здесь мест я не вижу прям чтобы здесь ну конкретно возможно два каких-то точно есть прохода но территории российской федерации очень много вкладывается именно для того чтобы вот она стала оглавенствующих сейчас 22 два участка где точно нельзя нам находиться на том что мы тогда нам еще рано туда идти хорошо возвращаемся к дятлова есть такая версия что дятлов ошибся с маршрутом и пошел по более опасным маршрута хотя сам и понимал это но авторитет был дороже возвращаться не хотел палатку разбили в очень опасном месте это так я вам изначально кажется сказал что он просчитался чем-то дамы сейчас более детально узнаем и опять же говорим о том что он переусердствовал свои силы если он пошел на кем маршрутом туда он сильно был на на день и на себя сильно что-то надеялся на свои силы до есть еще такой вариант что они что-то там увидели переругались между собой и даже кто-то кого-то убил даже вот в этой ситуации ну вот из этих туристов до дятловцев а лавина уже других убила ну можно сказать что так было да галлюцинации люди словили а возможно что даже не были галлюцинации действительно что-то увидели то что как я и говорил изначально что мы должны были и они списали это на галлюцинации это было именно то что и они не должны были видеть но они как-то ругались между собой дрались там не знаю может быть кто-то понимаете я не вижу руганий но я увижу то что вот они что-то увидели и хотели они это донести начали разговоры разговаривать обсуждать это сильно на таких кто-то просто собирается и уходит типа нет и туда пойду туда и там я расскажу и вот он не дошел его то возможно что и если вы говорите там присутствовала спереди смерть то возможно человек который хотел рассказать и донести именно ту информацию которую он увидел не нашел а цель была дайте не нашли но так таково я не вижу чтобы управляем взяли за злости кто-то кого-то убил я такое не вижу информации меня нет ни одной карты такой еще есть такой факт что кривонищенко из золотарева похоронили отдельно от всей группы на другом кладбище рядом в закрытых гробах тоже остается фактами совсем понятно кто-то даже говорит что там не было этих тел поэтому закрыты гробах имитацию сделал почему-то перелетела в гробах нет тела там есть почему их убрали отдельно чего там есть это не лезут какой-то секрет то ли они как-то выделялись что-то секрет я скажу что это чего-то их утаили или например не захотели родственники чтобы они находились рядом с этими людьми чтобы убрали дальше чтобы убрали хочу чтобы их отодвинули почему отодвинули понимаете не вижу ни одной карты такой чтобы кто-то кого-то там убил нет не было такой информации все-таки больше глюциногена этого точно забыла как еще такой факт был оранжевая кожа у погибших лица с чем это связано может быть за это вернемся к вопросу о том что почему отдельно лежат эти два человека потому что 7 7 и погибших не хотели чтобы они лежали с этими родственниками рядом это вернулось к тому ответу которого начался теперь про желтые тела лица до оранжевыми вот смотрите опять же говорит о том что видите здесь вот отшельник падает карта трех пентаклей и четверка кубков все же таки это повлияло на то что люди увидели возможно этим я поэтому и окрасились кожи понимаете людей увидели воздух может быть там что-то узнать ели ну что-то вот было такое что повлияло на это но вот здесь пишут и колесница падает таки это все повлияло из экспедиции то что их увиденное с чего не поймали глюцинации но вот тут еще факты что их нашли с переломами ребер многих там измененными да не узнаваемости лицами и с радиацией на одежде ну так это ну да понимаете если мы как раз придет время когда людям узнать об этом перевале дятлова да очень много повлияет на то мнение которое было сейчас предоставлено людям она совершенно ошибочно и могу вам так сказать также могу сказать что они увидели то что они не должны были видеть опять же возвращайся потому что это еще рано вообще видеть людям было не готовы еще люди когда люди станут разумнее они дойдут дойдут до истины это дойдут воду под контакт с теми людьми которые живут там нет это все что-таки связано именно с более цивилизации более высшей расы а местные жители манси вообще знают что там находится не видели или тоже может быть их убивали когда туда заходили поэтому никуда не ходят видите они знают что там находится от своих предков однозначно знать но они туда стараются не ходить потому что тогда люди пропадают видеть человек уходит как бы все это остается а человек уходит кого пропадает поэтому они это как бы такое еще для них место что туда ходить нельзя не надо туда ходить рано еще рано по времени рано цивилизация на что еще не настолько развилась чтобы туда идти хорошо благодарю марину было очень интересно продуктивно обязательно смотрите наши другие видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки вот кого интересует личная консультация всегда готова помочь вам разберем любую ситуацию удадим рекомендации но если есть интересные темы для видео и какие-то вопросы не стесняйтесь пишите под любыми видео всего вам самого лучшего и до свидания